Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Дмитрий Дудко. Смотрите выпуски. Крыша восстановлена. В рамках программы капитального ремонта в доме номер 22 по улице советской привели в порядок кровлю. 95-летию начало подготовки летчиков посвящается. В бухте Голландия открыли мемориальную доску. Нам 100 лет, но мы молоды. В первой гимназии Севастополя презентовали второй том сборника об учебном заведении. В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в Севастополе сдали в эксплуатацию еще один объект – крышу двухэтажного дома по улице Советской. Рабочая группа ознакомилась с результатами работы подрядчика. Заключение – качество хорошее, жалоб жильцов нет. В 22-м доме по улице Советской в последний раз ремонтировали 25 лет назад. Жильцы рассказывают, кровля напоминала решето. Во время сильных дождей верхние этажи не раз заливало. Буквально за три недели крыша была старая снята, новая поставлена и качественно сделана. Вы за собой не убрали, то есть не оставили ни мусора, ничего. Кровлю и водостоки заменили в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. Подрядчик снял старый шифер и установил современный профнастил. Он прослужит не менее 25 лет. Это оцинковка, покрытая полимерным покрытием, 25 лет гарантии. А чтобы протекания не было, вот видите, гидробарьер стоит. Так что, как мы только демонтировали материал, сразу закрывали гидробарьером, чтобы не было затекания. Работы по объекту принимает экспертная группа. Член общественного совета при фонде капитального ремонта, старший по дому и инженер по строительному контролю. Замечаний нет. Тут надлежащие сделано. Соответственно, того, что сегодня прошел дождь, всю ночь и целый день, нет протечек, уже это хорошо. Жильцы дома продолжают принимать участие в программе капремонта. В следующем году здесь снова начнутся работы. Запланирован капитальный ремонт фасада этого дома, что тоже немаловажно. Чтобы сохранить нам здание, мы знаем, что сначала кровля, затем фасад, а далее инженерные сети. Ну, чуть попозже в плане ремонта инженерных сетей. До конца этого года в рамках программы фонд запланировал провести капремонт 450 севастопольских домов. Две трети работ по замене кровли, остальные по реставрации внутренних инженерных сетей и фасадов, замене лифтов. Анна Леготина, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. На благоустройство мест отдыха, парков и дворов в ближайшие десятилетия потратят 8 миллиардов рублей. Об этом заявил руководитель города Дмитрий Владимирович Овсенников во время презентации проекта стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года. Эти деньги потратят на создание уникального паркового пространства, от мыса Хрустального до побережья Карантинной бухты, а также на инфраструктуру города, благоустройство дворов, ремонт лестниц, площадок, лавочек и уличного освещения. Городское благоустройство – один из приоритетных пунктов проекта стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Согласно документу, который представил глава Севастополя Дмитрий Владимирович Овсенников, уже в ближайшее время городские службы модернизируют систему уличного освещения, отремонтируют лестницы и подпорные стены, обновят фасады зданий и тротуарную плитку, установят лавочки. Вот эти дома, они называются белокаменные. Почему? Первый этаж коричневый, а я купила, я сделала уже желтым. Все дома должны белыми. Это солнечный город, это сказка. Конечно, транспорт почаще ходил, особенно в отдаленные стороны города, таких как, например, от центра до Казачки, до пятого километра, до Камышовой. А в центре тоже надо его обустраивать. Конечно, вот сейчас тюльпаны растут, хорошо посадили. Красиво все, чтобы было. И дальше, чтобы так продолжалось. Просто приукрасить, как подбелить, подштукатурить, подбелить, где там все такое вот, навести порядок в городе. Проект стратегии предусматривает также ликвидацию уличной рекламы и нелегальных торговых точек. В городе планируют организовать крупные парковки. Однако сам центр хотят полностью или частично освободить от личного транспорта. Ее выполнение будет способствовать улучшению качества жизни в центре и повышению туристической привлекательности города. Со временем в центральном районе мы планируем создать велопешеходную среду. На благоустройство мест отдыха, дворов, фасадов, домов и парков в стратегии до 2030 года предусмотрено выделить из бюджета 8 миллиардов рублей. На мой взгляд, стратегия, как было отмечено в зале, вот депутатам, которые, видимо, будут выступать после меня, она переработана, нам ее представляли пару месяцев назад первый раз, она переработана с учетом многих замечаний. На сегодняшний день, лично меня стратегия порадовала. Порадовала, я считаю, что она отвечает в полной мере тому, каким мы хотим видеть Севастополь. Среди пунктов по благоустройству городской среды – крупный проект. Единое парковое пространство. Прогулочную зону планируют обустроить от памятника солдату и матросу до карантинной бухты. Работы проведут в ближайшие три года. Анна Льготина, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. О других событиях среды 19 апреля в коротком обзоре. Правительство Севастополя не допустит резкого повышения стоимости проезда, заявил руководитель города. Речь идет о регулируемых маршрутах. В то же время, по словам Дмитрия Овсяникова, если какие-либо частные перевозчики попытаются резко поднять тариф, то государственные предприятия будут готовы их заменить. Также глава Севастополя анонсировал создание в этом году системы электронного проездного для учета пассажиров в льготной категории и рассказал о возможности возобновления маршрута по центральному городскому холму. Отставание от плана газификации Байдарской долины будет устранено в этом году, заявил глава Севастополя Дмитрий Владимирович Овсяников на сессии законодательного собрания 18 апреля. По данному вопросу, в населенных пунктах местности проходят общественные слушания. Средства на проектно-сметную документацию планируют заложить в рамках весенней сессии. Если это удастся, город сможет рассчитывать на дополнительное выделение средств из федерального бюджета. Безработица в Севастополе составила чуть более 6% по итогам 2016 года, что ниже, чем в 2015 на 2%. Об этом в ходе годового отчета о работе правительства в законодательном собрании сообщил Дмитрий Овсяников. Доходы населения выросли на 5%, в то время как уровень зарплат по стране снизился. В то же время он ниже, чем в среднем по России, но положительная динамика уже есть, отметил руководитель города. В Севастополе началось командно-штабное учение сил МЧС России с органами управления и силами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основная цель – повышение готовности к ликвидации последствий природных пожаров, защиты населенных пунктов и социальной инфраструктуры от них, а также противопаводковые мероприятия. Учения будут проводиться в три этапа до 21 апреля. Севастопольская спортсменка Арина Латынина стала победительницей первенства Европы в классе «Зум-8», который недавно завершился в Австрии. Россиянка соревновалась с 16 соперницами, провела 7 гонок, в 5 из них стала первой. Среди юношей 9 место из 30 занял севастополец Петр Горкунов. Вместе с Ариной Латыниной он совершенствует свое спортивное мастерство под руководством тренера спортшколы ЦСКА Елены Кравчук. 95 лет назад, в 1922 году, в Севастопольской школе морской авиации начали готовить летчиков. Мемориальную доску, посвященную этому событию, открыли сегодня в бухте Голландии. На торжественном событии присутствовали ветераны морской авиации, представители русского географического общества, студенты и преподаватели Севастопольского государственного университета. Свой отчет подготовка морских летчиков в нашей стране ведет с 1915 года. Именно тогда в Петрограде на дамбе Гутуевского острова открыли офицерскую школу морской авиации. Учебное заведение стало родоначальником всей системы военного образования в этой отрасли. Через два года школу перевели в Оранинбаум, затем перебазировали в Нижний Новгород, в 1919-м – в Самару. В марте 1922 года носившее тогда уже название военно-морской школы авиации, учебное заведение было переведено в Севастополь. Кроме летчиков здесь готовили авиамехаников, а также штурманов авиации, которых также называли летчиками-наблюдателями. По указанию именно Владимира Чалинина, куда здесь барельеф стоит на этом месте до сих пор, здесь были организованы полеты, потому что на Балтике погодные условия не позволяли. Там вечные туманы, ветра, холода, а здесь были комфортные условия. Для гидросамолетов самое главное было, чтобы не было волнения. Как видите, у нас на бухте, даже после штурмового предупреждения, что катера даже не ходят, а здесь тихо и спокойно. Базируясь в Севастополе, учебное заведение несколько раз меняло своё название и местоположение. Но в том числе и с этого места в бухте Голландия взлетали самолёты, за штурвалом которых были курсанты школы. В честь 95-й годовщины организации учебных полётов здесь открыли мемориальную доску. В кинотеатре Украина на втором этаже развернута экспозиция «Севастополь – колыбель российской авиации». И вот теперь мы чётко и однозначно дополняем эту композицию, что «Севастополь – колыбель морской авиации» то же самое. И мы полностью, ветераны и жители Севастополя, могут гордиться, что «Севастополь – колыбель авиации». На мемориальной плите как раз и выделены города, в которых в разное время базировалась школа морской авиации. В 1931 году её перевели в город Ейск, и школа стала именоваться Ейским высшим военным авиационным училищем лётчиков. Просуществовало оно до 2011 года. Среди выпускников училища более 200 человек получили звание Героя Советского Союза. Пятерым его присвоили дважды. Морские лётчики сыграли огромную роль в победе в Великой Отечественной войне. «Так как мы гидросамолёт, имеем возможность сесть, ну не при всех, конечно, условиях, в пятибалльный шторм самолёт не сядет. Но в более-менее подходящие условия самолёт мог осуществить посадку на воду и подобрать моряков тонущих судов. Что и с блеском делали наши лётчики даже на самолётах разведчиков МР-2». «В том числе и одного из наших крымских татар, Амедхан Султан, дважды Героя Советского Союза, замечательный лётчик, который почти 60 немецких самолётов, два полка завалил на крыло, и они отдыхают до сих пор еще». На торжественной церемонии открытия присутствовали и студенты Севастопольского государственного университета. В планах у организаторов мероприятия возродить традиции Севастопольской школы морской авиации. Они собираются создать аэроклуб для студентов, где ребятам помогут определиться с будущей профессией морского лётчика. Светослав Данилов, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. Персональная выставка живописца Александра Петровича Шадрина открылась в зале Севастопольского регионального отделения Союза художников России. Экспозиция посвящена юбилею автора. В нее вошли порядка 30 полотен. Это лучшие работы мастера, выполненные в течение последней четверти века. Александр Петрович Шадрин родился в 1942 году в Башкирии. Окончил Орловский государственный педагогический институт. После учебы участвовал в реставрации предметного плана «Панорамы обороны Севастополя» 1854-55 годов. Это был первый опыт в живописи, который положил начало творческому пути. Далее – путешествия по Крыму, пленеры, поиски собственного стиля и манеры письма. Был момент, я делал выставку свою, а на выставку приехал Яковлев. Знаете, кто такой Яковлев, который транспорт налаживается. Тоже, как говорится, друг и Левитана, и Репина, и прочее, и прочее. Вот, он так посмотрел. Вот, Шадрин. У тебя маленькие работы, превосходные. А вот это не пиши. И вот с его лёгкой руки, всех эти революционные, там, с ружьями, с винтовками, я не писал больше. Главной героиней Полотин художник сделал крымскую природу. Скалы, утопающие в дымке, солнечные пляжи, парусники и, конечно, море. Стихия с переменчивым характером. На одних картинах – спокойная голубая гладь, на других – бурные волны. А вот знакомые каждому севастопольцу места. Свято-Владимирский собор в Херсонесе, Приморский бульвар, Графская пристань. По соседству с пейзажами – натюрморты. Его самобытность в том, что, будучи по манере письма импрессионистом, он выбирает сюжеты очень реалистичные. То есть мы узнаём Крым, мы узнаём Севастополь, мы узнаём нашу природу и всё, что нас окружает. При этом у них очень много эмоций, очень много движений. Он сам такой человек. Кажется, что он спокойный, но на самом деле у него внутри бурлит энергия. Очень много света, очень много воздуха, очень чистый цвет, красивый. Пленерность в работах. Хотя некоторые, допускаю, написаны где-то в студии, доделаны в студии, но вот ощущение пленерности сохраняется. Юбилеи и другие знаменательные даты Александр Шадрин по традиции отмечает персональными выставками. Эту приурочил к своему 75-летию. Познакомиться с творчеством автора можно до 28 апреля. Анастасия Синица, Виталий Коломец, информационный канал Севастополя. В первой гимназии презентовали второй том сборника «Нам 100 лет, но мы молоды». Он состоит из двух книг. Это историческое продолжение первого издания к вековому юбилею учебного заведения. В актовом зале школы собрались библиотекари, архивисты, педагоги, старшеклассники. Авторы сборника рассказали об истории создания летописи, событиях и основных вехах, запечатлённых на страницах. У сборника «Нам 100 лет, но мы молоды» два автора. Директор первой гимназии Виктор Альбертович Аганесян и учитель английского языка Татьяна Серафимовна Желонкина. Она сама выпускница учебного заведения 1966 года. Теперь преподает здесь уже более 30 лет. На сегодняшний день свет увидели три книги. Первый том издан в 2015-м. Он отражает историю гимназии от основания до 70-х годов. А второй, состоящий из двух частей, вышел в этом году. Здесь описан период с 70-х, 80-х и по 2000-е. Сборник – это история в лицах. Писать его авторам помогали сотни людей. Книги наполнены биографиями, воспоминаниями и рассказами тех, кто был связан с учебным заведением. На страницах фотографии рассказы преподавателей, выпускников, директоров гимназии. В книгах отражены достижения учеников школы, список медалистов, начиная с 1954 года, победителей Олимпиад. Отдельная глава посвящена династиям в учебном заведении. Цель написания книги – рассказать о нашей школе. Ну, что такое школа? Школа – это не стены, это не здания, это люди, это ученики. И вот, опять же, я говорю, что этой книгой мы старались объединить поколения, поколения учеников, учителей, которые работали в этой школе, детей, которые учились в этой школе. Как бы это, она является объединяющим звеном поколений Листая книгу, читая строчку за строчкой, всплывают образы героев разных лет, тех, кто стоял у истоков зарождения учебного заведения, развивал его и сохранял традиции. Слова одного из директоров школы «Вы учитесь в первой и должны быть первыми во всём» стали девизом гимназии. Более чем за 100-летнюю историю учебное заведение стало альмаматор для пяти тысяч ребят. Сейчас здесь учатся 835 детей. Анатолий Григорьевич Токарев окончил первую гимназию в 1967 году. После в школе учились его сыновья, сейчас его внуки. Эта школа всегда поставляла в город Севастополь патриотов, любящих севастопольцев, любящих город этот. И то, что эта школа давала истинно настоящие знания, и самое главное, она воспитывала в нас, выпускника, в других выпускника, людей, преданных этому славному нашему городу. Сборник «Нам 100 лет, но мы молоды» стал достоянием всех библиотек города. Его тираж – две тысячи экземпляров. Книги также разосланы по всей России. Елена Корнухова, Виталий Коломец, информационный канал Севастополя. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин